Мне прислали статью, где культуролог, лингвист рассуждает о том, прикольно ли и на самом деле стоит ли радоваться тому, что мы используем фразы из советских кинофильмов и проводят там всякие аналогии, что это всё вообще просоветское. И повторяя эти фразы, мы как-то там в прошлом этом застреваем, походу как-то прославляем его. Короче, столько глубоких смыслов. Я как раз почти одновременно, как мне прислали эту ссылку, заходила в магазин за мясом, и там продавщица говорит, о, а я вас только что в ТикТоке видела. Я говорю, да, нашу маму и тут, и там показываю. Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают. Я на самом деле много таких фраз использую и могу свою подружку там с ручкой крашеной обозвать. Я так задумалась, что на самом деле вот для меня эти фразочки всякие, но не только из советских фильмов, мы из американских этих вот все, асталависта, бэйби, можем где-то пристегнуть. Но это классно, блин. И на самом деле вот когда мы думаем, например, как и все, периодически думаем о том, что не свалить бы отсюда, я всегда ловлю себя на мысль, что вот такие вещи как раз это тот культурный код, с которым я не хочу расставаться. То есть, ну, страна может быть более экономически там прогнозируемая и спокойная и успешная и прочее. Но тот факт, что я могу вот в магазине с продавщицей посмеяться по поводу фразы из простоквашина, блин, вот это то, что меня здесь держит именно. Напишите в комментах, какие фразы из фильмов и мультиков, из советских, из американских, такие вот крылатые выражения вы используете. Это же классно.